Привет, друзья! В этом видео я вам расскажу, как, зачем и почему я отрастил длинные волосы. Моя история. С длинными волосами я уже девятый год. Я никогда в жизни даже представить себе не мог, что я отращу такие длинные волосы. Еще и буду столько лет с ними ходить, еще и буду доволен. Но сначала краткая предыстория. В детстве у меня были самые обычные стрижки. Такие же, как у большинства мальчиков нашей страны. Стригся я в самых обычных парикмахерских, которые мне, кстати, никогда не нравились. Но лет в 14 мне в руки впервые попала машинка для стрижки. И начался новый период. Период коротких стрижек под машинку. Мы стригли друг друга с друзьями в гараже, а с отцом на кухне. Под любимую музыку в своей атмосфере это было здорово. Кстати, в моем окружении тогда не было ни одного длинноволосого человека мужского пола. Ведь большую часть своего детства и юности я провел в военных гарнизонах. Я вырос в семье военного. Все мои друзья были либо гопники, либо околофутбольщики, либо спортсмены. И ни о каких длинных волосах я даже никогда не думал. Я даже представить себе не мог, что я когда-нибудь отращу. Позже, когда я стал студентом, я начал экспериментировать с длиной волосы, с разными стрижками, ходить в парикмахерские салоны. Но в любом случае никогда у меня волосы не были такими, чтобы они хоть как-то закрывали уши. Но я по-прежнему не понимал, зачем мужчины отращивают длинные волосы. Соответственно, и желания такого у меня не было. Зато у меня был сосед в студенческом общежитии. Волосатый, любитель тяжелой музыки. Очень странненький тип. И это был единственный длинноволосый чел в моем окружении. Затем были работы и бизнес. И я по-прежнему менял стрижки, менял парикмахерские, пробовал разные вкладочные средства, понимая, что с моими волосами что-то не так. Они какие-то мягкие, постоянно разваливаются. И я очень сильно заморачиваюсь по укладкам. А потом я уехал жить и работать во Вьетнам. И попал в совершенно другое общество. Не такое, как было у меня в Москве. Это было общество кайтеров, серферов, скейтеров. Я увидел, что длинные волосы для мужчин это нормально, это естественно. А еще я понял, что во Вьетнаме я не смогу носить никакие стрижки, например, средней длины. Потому что с моими мягкими волосами это будет выглядеть ужасно. Ведь каждый день я там одевал по нескольку раз мотошлем, одевал кепку, потому что солнце очень сильно припекало, либо же был в море. Поэтому единственным вариантом для меня на первое время стала стрижка под машинку очень короткая. Но она за столько лет мне уже так сильно надоела, что я хотел что-то поменять. И вначале я просто в шутку сказал жене, что ай, я не буду стричься, буду патлы серферские отращивать. И все. Благо, моя работа там позволяла мне не заморачиваться прической. Ведь я работал большую часть времени инструктором по кайтбордингу и серфингу. А соответственно, если я был на пляже, я был в кепке. А если я был в море, то какая разница, какая прическа. Прошел примерно год или полтора, я сейчас точно не помню. Я прошел все этапы отращивания волос, и они наконец-то у меня собрались в хвост. Это было здорово, это оказалось очень удобно. Длинным волосам не мешал мотошлем, не мешала кепка. Они защищали шею от солнца. Моей жене тоже очень понравилась моя новая прическа. К тому же мои волосы очень круто выгорели, и я стал блондином там. Мне стало максимально удобно и комфортно с длинными волосами. Со временем я научился их расчесывать, научился подбирать шампунь, и все стало отлично. И я наконец-то через столько лет нашел ту прическу, которая подходит моим мягким прямым волосам и моей неровной голове. Кто-то говорит, что с длинными волосами жарко. Но, ребята, я отрастил волосы, когда я жил во Вьетнаме. Представляете, какая там жара. Если мне было жарко, я просто завязывал волосы в пучок, и было отлично. В итоге, из шести лет жизни во Вьетнаме, пять я провел с длинными волосами. И когда вернулся в Россию, я не стал менять стрижку, а оставил все те же длинные волосы. Кстати, мои родители тоже нормально восприняли длинные волосы, и ни разу не советовали мне их подстричь. А вот моя бабушка, она советовала мне подстричься, но у нее совершенно другие понятия. Она воспринимала мужчин только с классическими стрижками. Вот такая история. Но все это не значит, что я никогда не подстригусь. Я обязательно подстригусь, обязательно сменю прическу. Хотя бы потому, что за 9 лет длинные волосы мне уже порядком надоели, и хочется просто что-то поменять. Напиши в комментарии, какая бы стрижка мне подошла на смену длинным волосам. А сейчас самое время подписаться, если ты этого еще не сделал, поставить лайк или диз, поделиться этим видео с другом. Эти действия помогут алгоритмам YouTube в продвижении канала. И до встречи в следующем видео. Пока!